На окраине села Маячный систематически сбрасывается мусор. И постепенно лес и поле, располагающиеся прямо за домами, превращаются в несанкционированную свалку. Я уже еще раз говорила, что буду постсовет заявлять. Все равно везут и на машинах везут, и тележками все везут, там сваливают. Неохота дальше везти же. У нас мусорка за прудом, там, они туда не везут, а здесь сваливают. Сколько раз говорили, чтобы поставили контейнеры, и так и не ставят. И кошки дохлые валяются, и поросята дохлые валяются. Все кидают. Скоро и меня закидают. Жильцы частного сектора, дома которых находятся на окраине, больше всех заинтересованы в ликвидации мусора. Но не все способны решить этот вопрос, обратившись с заявлением в надлежащие органы, в силу пожилого возраста и состояния здоровья. По словам жителей, они готовы оплачивать вывоз мусора, если на территории будут выставлены мусорные контейнеры. Да только поставь-то, мы будем его платить-то будем. Ну и что захламлять-то? Это час вот не видать, немножечко. Объяснено, что было. Не пройти, не проехать. Тут все. И вон, и все. Никому не надо. Жители других улиц в курсе сложившейся ситуации, но ограничиваются вниманием только к собственной территории. Вот проехайте по этой улице до конца, с правой стороны, там мусор вот так вот. У нас баки стоят. И все возят туда и носят туда. Я не плачу. Я сейчас пока ничего не плачу, потому что я не таскаю туда. Я сама жгу. Была мусорка тоже почти далеко по дороге. Вообще, выкрытывают, оставляют и все. Без мусора стараюсь жить. А что горит-то? Это баню, вагон, костер. К сожалению, не все виды отходов можно сжечь. И именно такой мусор сейчас находится на несанкционированных свалках села. Как известно, городская свалка бесплатно принимает бытовые отходы. И оплату за вывоз устанавливают минимальную. В 2014-2015 году я пытался как-то на сходах граждан, значит, так, разговаривая в индивидуальном порядке, объяснять людям о необходимости заключения договора на вывоз как крупногабаритного мусора, так и бытового. У нас сегодня по маячному в частном секторе заключено всего 30% договоров. Не власть туда мусор везет, не предприятие, а везут сами люди. Мы готовы в любое время, в любое время по графику организовать. Мы это делали, у нас практика есть. Руководство города также рассматривает коллективные обращения о несанкционированных свалках, если в них подробно указано их местонахождение. Срок рассмотрения заявления 30 дней. В обращении необходимо указать контактные данные, либо по какому адресу ожидается ответ. Для решения проблемы с несанкционированными свалками каждый житель должен ответственно подойти к этому вопросу, производить выброс мусора строго на официально оформленных для этого местах и предпринимать меры по оповещению государственных органов о свалках в ненадлежащих местах.